На печать всех деталей такого дрона ушло около 10 часов. 3D-модель студентка первого курса Саровского политехникума Дарья Лухманова вместе с наставниками подготовила на региональный этап чемпионата профессионалы. Это стало возможным благодаря современному оборудованию – новой аддитивной мастерской. Здесь стоит только наше отечественное оборудование. 3D-принтеры с профессионального уровня. В мастерской используются два экструдера, то есть позволяют нам работать с разными видами материалов и с самыми разными, которые требуются на предприятиях в дальнейшем. То есть такое же оборудование, как используется лидерный центр. В мастерской есть возможность создавать трехмерные модели разного уровня сложности – от милой кошечки до деталей профессионального оборудования. Любое изделие слоем за слоем печатают на основе данных виртуальной модели. Студенты и педагоги используют 3D-сканеры – ручные и стационарные, которые позволяют работать с различными поверхностями. Далее объект моделируют в программе «Компас 3D», которая широко используется в работе инженеров. Чувствуется, что оборудование достаточно профессиональное, дорогое. Тут можно задавать очень большие настройки, потому что у меня был свой маленький принтер, на котором я работал, там достаточно ограниченные действия. В целом доволен. Студенты смогут работать по направлениям инженерный дизайн, прототипирование, реверсивный инжиниринг и 3D-моделирование. Открытие современной мастерской состоялось по инициативе руководства учебного учреждения и при поддержке РФЯЦ в НЕВ. По словам главного инженера Игоря Мусина, будущее оборонной безопасности и гражданских направлений не только за аддитивными технологиями, но и за квалифицированными кадрами, умеющими с ними работать. Это такие технологии, которые не ограничивают конструктора мыслями о том, а можно ли сделать эту деталь или нет. Это технологии, которые вобрали в себя различные сферы науки и техники. Это и материаловедение, это и математика, топология. Это, конечно же, все, что связано с цифровым производством. И вот вы, ребята, будете, когда обучаться вот этим технологиям, ну, перед вами фактически будут открыты все направления, которые позволят вам стать классными специалистами. На базе мастерской в техникуме смогут проводить независимую оценку подготовки кадров, демонстрационные экзамены, готовиться к всероссийским и региональным чемпионатам, организовывать раннюю профориентацию для старшеклассников. В 2025 году мы будем открывать новую специальность – аддитивные технологии. Мы желаем нашим ребятам получить новые знания, новые умения, новые навыки, чтобы наши ребята были профессионалами своего дела, чтобы вы были востребованы в этой жизни. Еще в прошлом году первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров отметил, что к 2030 году примерно две трети всех промышленных продуктов будут изготавливаться с применением комплектующих, созданных аддитивным методом. Поэтому для саровских студентов политехнической направленности крайне важно в совершенстве владеть 3D-технологиями и применять свои знания в будущей профессии. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.